Дорогие друзья, конечно, здравствуйте, Россия, на которую мы сегодня посмотрим и на которую мы всегда с удовольствием смотрим, это страна с авторитарным руководством, свободных, тайных, справедливых, демократических выборов нет, к выборам допускают всего лишь те партии, кандидаты, которые не находятся в открытой позиции к президенту Путину и к другим представителям государственной власти на региональном и национальном уровне. Почти все средства массоинформации подвержены государственной политической цензуре, государственному контролю, экономические ресурсы страны. И прежде всего нефтегаз контролируется полугосударственными концернами, руководствующие уровни, которые тесно связаны с руководственной элитой этой страны. Одновременно страна зашла в огромный тупик модернизации, граждане хотят социальное обеспечение, образование, здравоохранение, и все это находится в таком состоянии, которое не соответствует их потребностям. Для того, чтобы скомпенсировать этот режим, делает ставку на реваншистскую внешнюю политику, пытаясь восстановить прежнюю роль России в быстро меняющемся геостратологическом мире в таких геостратологических условиях. Это взгляд, которого подреживает фонд имени Геннадия Бойля, в том числе и я. Это довольно темный взгляд, и мы, конечно, тоже знаем, что это не все, что происходит в России, поэтому мы хотели бы сегодня заняться снова вопросом протестных движений в России. Я, как человек, который вырос в России, знаю, конечно, что такое, что это означает, эти понятия, протестные движения, сопротивления. Это очень важные понятия, и, конечно, важные понятия сегодняшние для России, и для нас всегда очень важно проверять, насколько соответствует наш взгляд на Россию, и тому, что действительно происходит в стране, и как воспринимают ситуацию люди в стране. Мы знаем, что существует гораздо больше общественная динамика в стране, и каждый раз, когда я приезжаю в Россию, я с удовольствием замечаю, что есть очень много людей, которые действительно олицетворяют эту динамику. Молодые люди в этой стране, в основном, многочисленные, зачастую спонтанно возникшие протестные движения, протестные движения, которые из-за какого-то недопонимания возникли, существуют во всех регионах страны, против загрязнения окружающихся стран, против коррупционных скандалов или социальных дефицитов. В Москве прошлого лета мы видели, как в течение нескольких часов с помощью социальных СМИ возникли протесты против ареста инвестикационного журналиста Ивана Голунова, как удалось организовать эти протестные движения, и мы хотим на всё это посмотреть, посмотреть на эту культурную и социальную динамику. В основном молодые люди в этом активно участвуют, и это должен тоже послужить тому, чтобы немножко скорректировать наш образ России и российского общества. Конечно, многие из нас, которые сегодня здесь собрались, знают, что есть довольно большая часть общества, которые не интересуются политикой, но помимо этого существует ещё и тоже большая часть общества, которые тем не менее интересуются политикой. И мы знаем, конечно, что и это движение тоже влияет на ситуацию здесь в Германии, они отражаются на российскоязычное сообщество здесь в Германии. И мы, как фонд именно имени Генриха Бойля, конечно, хотим сопровожать эти процессы, участвовать в беседах с представителями всех этих движений. И мы рады тому, что русскоязычное сообщество тоже интересуется этими движениями и имеет здесь своё место. Это, конечно, не первый раз, что мы вместе с Алексеем Козловым и его союзом организуем это мероприятие. Это мероприятие, которое поможет нам оглянуться назад, посмотреть на развитие предыдущих месяцев в российском обществе. И это также означает, что мы займёмся вопросом, как дела обстоят с репрессиями. Я знаю, что присутствующие здесь, конечно, и об этом нам расскажут, как дела обстоят с репрессиями, как люди реагируют на эти прессы, как государство же реагирует на новые протестные движения, и как многие активные участники протестного движения покинули Россию из-за этих репрессий. Им, конечно, тоже большое добро пожаловать. С нетерпением жду новых информаций и впечатлений от наших российских друзей. И с нетерпением жду живой дискуссии со всеми вами и нашими участниками сегодняшней беседы. Спасибо большое за то, что вы сегодня пришли. Перед тем, как предоставить слово «Нинья Хаппи», я хотел бы выразить благодарность господину Кауфману и всем тем, кто работает в реферате по Восточной Европе за то, что они помогли организовать это сегодняшнее мероприятие. Большое спасибо, дорогая Эллен. Даже нет неподвижности в представлении. Меня зовут Нина Хаппи, и я работаю здесь в реферате по Восточной Европе. У меня только два коротких предварительных замечания. Здесь будут делать снимки. Это для внутреннего пользования. Это один из наших партнеров. Так что, пожалуйста, не испугайтесь из этого. Второе предварительное замечание. Это следующее, потому что я очень этим горжусь. В прошлом году мы тоже посмотрели на ситуацию в российском гражданском обществе. в том числе, глядя на цифровизацию и регуляторизацию, и заметили, что есть очень разные проявления цифрового журнализма. Конечно, тоже под определенным контролем со стороны государства. Но мы видели, что есть очень большой диапазон разных средств массовой информации. и коллеги из организации «Репортеры без границ» попросили меня или спросили моего согласия на то, чтобы они могли бы здесь представить или выложить свою брошюру, которая тоже занимается этим вопросом. И когда я это увидел, я действительно очень гордилась этим. Я просто заметил, что всех этих людей знаю, но это не наш продукт. Это брошюра «Организация репортера без границ». Это маленький компендиум, который я действительно рекомендую вам прочитать. Можно даже скачать его на немецком и английском языке в качестве PDF-файла. Хочу вас представить, дорогие участники нашей панельной дискуссии. Илья Айвов еще учится, но работает вместе с московским политикой. Улюля Калямина, которая тоже у нас была в гостях. Илья организует дебаты для молодых людей, которые интересуются политикой. И у него есть тоже свое шоу на Ютьюбе. И пространство политика, space politics, home politics – это национальная сеть по всей стране для общественных дебатов. Он участвовал в разных мероприятиях, на демонстрациях. И также освещал все, что там происходило. И он нам расскажет о том, как очень молодые люди воспринимают эту ситуацию и как они смотрят в будущее. Добро пожаловать. Илья, спасибо за то, что вы сегодня пришли. С правой стороны от меня Александр Ленкова – правозащитный активист, который, скорее всего, занимается наблюдением за выборами, но в основном тоже интересуется и все больше интересуется политическими арестами. И это все больше и больше становится в центре его внимания. И она также наблюдает за протестными движениями. И об этом она тоже нам расскажет сегодня. Я тоже хотел бы здесь что-то сказать по этому поводу. арестанты по параграфе 22 протест по статье 2.212 – это только один из тех примеров для процессов, где действительно было сделано очень много судебных решений. Григорий Юдинс, с правой стороны, это философ и социолог, профессор Московского УЗПО социально-экономических наук, очень известный профессор. Большое спасибо вам за то, что нашли время приехать сюда. И Юрий, как социолог, конечно, предоставит нам анализ о том, какие изменения происходят в сегодняшнем обществе. Не только о том, какие изменения имеются в протестном движении по сравнению с 2011 и 2012 годами, но и по отношению к восприятию от протестного движения. Добро пожаловать и вам. По немецкому айфавиту на последнем месте, по русскому айфавиту нет. Лада Зазыкана из Архангельска, это север России. Средняя температура годовая там составляет 1 град Цельсия. Вам, наверное, кажется, что у нас лето, учитывая сегодняшние температуры. Лада Зазыкина, активист по защите окружающей среды. Поморья не помойка. Это один из тех организаций, которые она поддерживает. Я надеюсь, что это правильно было переведено. Лада Зазыкина, одна из тех, которые уже с самого начала протестировали против полигонов на Шьесе. Это именно защитница, правозащитница, активистка. Я хочу это поддержать. И это было действительно у всех на устах. Нас тоже спросили, почему не приглашаем людей из Шьеса. И вот они сюда пришли. Мы просто хотели рассказать вам о том, насколько разные протесты в разных регионах. И поэтому хотели бы начать именно с Лады. И вы тоже хотите нам показать несколько фотографий из протестных движений. Пожалуйста, Лада. Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Лада Зазыкина, как уже сказали, ведущая. В обычной жизни я сотрудница издательства. Я редактор и корректор. А в своей второй жизни я активистка протеста против строительства мусорного полигона на Шьесе. Хочу сразу сказать, что раньше я никогда не участвовала ни в каких протестах. И вообще таких больших протестов, крупных в Архангельской области, не было никогда раньше. Сразу хочу сказать, почему же этот протест вообще начался. Дело в том, что в России уже несколько лет идет мусорная реформа. Где-то в каких-то регионах она началась год-два назад, в нашей области она началась с этого года. Но есть два региона, это город Москва и город Санкт-Петербург, которые решили отложить эту реформу у себя до 2022 года. Реформу они отложили, но мусор остался. И московские власти решили вывозить этот мусор подальше от Москвы. Поскольку Подмосковье уже несколько лет бунтует против московского мусора, оно буквально забито свалками, мусоросжигательными заводами. Поэтому была найдена маленькая безлюдная станция железнодорожная на севере России в Архангельской области. Вот вы здесь на карте можете увидеть расстояние от Шиеса до областных центров. Центр Архангельской области, город Архангельск, вот он на севере. И на востоке город Сыктывкар, это центр республики Коми. Это расстояние по прямой, по дороге, конечно, гораздо больше. И ближайшие поселки к Шиесу, это в Архангельской области поселок Урдама, это 32 километра. И в республике Коми это поселок Мадмос, 19 километров. То есть нужно понимать, что это глухая тайга, там нет практически дорог. И вот эти поселки, это самое ближнее поселение к этой станции. Она находится, еще раз скажу, в тайге в Глухом лесу. И по планам московских властей на эту станцию должны были в течение 20 лет вывозить от 10 до 46 миллионов отходов. Вывозить их планировалось в брикетах, упакованных в полиэтилен. Это технология шведской компании Bala System, если вы о такой слышали. Но сами специалисты Bala System признают, что эта технология не будет использоваться по назначению в России, поскольку она предназначена для кратковременного хранения мусора. На Шиесе же мусор должны были по планам властей хранить 30 лет. Что произошло бы потом с ним, никто не объяснил людям. И еще важный момент. Территория Шиеса очень... Территория Шиеса очень заболоченная. И в этих болотах берут начало ручьи, которые затем впадают в речки. Эти речки питают крупную реку Вычигду. А Вычигда, в свою очередь, является притоком громадной северной реки Северной Двины. Воды из Северной Двины впадают в Белое море. Оттуда они идут в Баренцево море. И так далее. То есть масштаб возможной трагедии от устройства этого мусорного полигона в болоте очевиден. И пострадают в случае этой экологической катастрофы не только Архангельская область, но и страны Северной Европы и даже Германия. Другую? Вот на этой карте видно, влево идет распространение загрязнения по воде, а на восток, вправо, это перемещение воздушных масс. Потому что порозия ветров, большая часть воздушных масс будет перемещаться на Республику Коми. Как люди узнали об этих планах Москвы? Дело в том, что в июле 2018 года два охотника из Урдамы случайно обнаружили масштабную вырубку. Масштабную вырубку возле станции ШИЭС. И от рабочих они узнали, что там планируется устройство мусорного полигона. Никто у людей не спросил, хотят ли они жить рядом со свалкой. Никто не проводил никаких экологических экспертиз. Никто не спрашивал разрешения у местных властей. Москвичи просто приехали и начали вырубать лес и строить инфраструктуру полигона. Чтобы рассказать, как начался протест, я для начала введу термин «мусорщики». Мы так называем бизнес-структуры, занятые вывозом мусора и аффилированные с властями. Первыми бить тревогу, обнаружив вот эту масштабную вырубку и узнав о планах строительства полигона, жители близ лежащих поселков Урдама и Мадмос. И первый митинг ШИЭСского протеста состоялся в поселке Урдама. Это был август 2018 года. Как раз на этом слайде он изображен. Это был первый митинг и в истории поселка Урдама, и в истории ШИЭСского протеста в целом. Затем к протестам подключились областные центры. Это город Архангельск, город Сыктывкар, крупные города Архангельской области, Северодвинск, Котлас, Коряжма и далее по всем районным центрам области. Информация распространялась очень быстро. Протестное движение буквально за несколько месяцев приобрело очень масштабный характер. За прошедшие полтора года прошло очень много митингов. И не только в двух регионах, не только в Архангельской области и Республике Коми, но и в других регионах страны. Я имею в виду митинги в поддержку защитников ШИЭСа и против мусорного полигона. И пик митинговой активности пришелся на весну 2019 года, когда в Архангельске состоялся грандиозный, 7 апреля состоялся грандиозный митинг. Он начинался с шествия по центральному проспекту города и окончился... То есть люди дошли до центральной площади. Там состоялся такой стихийный митинг. Эта площадь окружена со всех сторон зданиями власти. То есть там находится здание областного правительства, законодательного собрания, мэрии. Особенность этого митинга была в том, что хотя организаторы соблюли все формальности, но власть его не разрешила. То есть митинг этот был несанкционированный. В результате за участие в этом митинге оштрафованы несколько десятков человек. И сумма штрафов на данный момент составляет около 2 миллионов рублей. Это примерно 29 тысяч евро. На этом митинге с трибуны организатор объявил... Он сказал буквально следующие слова. Мы отсюда не уйдем, пока стройка на шейсе не будет закрыта. Мы остаемся здесь, пока проект шейс не будет свернут. И объявил организатор о начале бессрочной акции протеста на площади Ленина. И с того времени, с того дня, вот уже больше 10 месяцев, каждый день, в любую погоду, с утра до вечера, летом и зимой, под дождем и в 30-ти градусные морозы на площади стоят активисты. Стоят они в поддержку защитников шиеса и против стройки полигона. Чем занимается бессрочка? Она информирует людей о ситуации на шиесе. Она принимает пожертвования и вещи для палаточного лагеря на шиесе. Она помогает людям добраться до станции, тем, кто хочет подежурить на шиесе. И распространяет агитационные материалы. Я хочу сказать, что меньше чем за год, более 30 аналогичных бессрочных акций возникло не только по всей области, и в Республике Коми, но и в других городах России. Что мы делали, кроме митингов и массовых пикетов? Были от граждан и общественных организаций тысячи обращений в правоохранительные органы, в надзорные органы, в суды, к депутатам, и в том числе к верховной власти, к президенту Путину. Кроме того, архангельские активисты больше полугода боролись за проведение регионального референдума с вопросом о запрете ввоза мусора из других регионов на территорию области. Причем областной суд, архангельский областной суд, он разрешил этот митинг, но вот Верховный суд в Москве, он наложил вето на это решение. Примерно к зиме 2019 года стало понятно, что петиции, обращения, письма не помогают. И тогда родилась идея организации нашейся круглосуточной вахты активистов для того, чтобы постоянно находиться на стройке, вести мониторинг, фиксировать все нарушения и сообщать об этом в соответствующие органы. В декабре 2018 года в социальных сетях появилось сообщение о создании постоянной вахты. Тогда же был установлен вагончик на шеесе для проживания двух-трех человек, оборудованный интернетом и видеонаблюдением. Нашлись добровольцы для первого дежурства, но затем наступили новогодние праздники и образовалась пауза. Тогда я спросила, не особенно надеясь на положительный результат, а не планируется ли женская вахта, потому что на тот момент это оказалось невозможным, присутствие женщин на станции Шиес. Но для меня нашлась напарница, и 6 января мы вдвоем выехали дежурить на Шиес. Чуть позже к нам присоединилась еще одна участница, вот как раз на этом слайде мы. Позднее шиеский протест назовут женским, поскольку в нем участвует очень много женщин. И много ключевых функций в протесте тоже выполняется женщинами. Я помню свои первые ощущения на первой вахте. Тогда техника работала круглосуточно, без выходных, 100 единиц техники, и казалось, что эту гигантскую стройку невозможно остановить. Но она была все-таки остановлена уже в конце февраля 2019 года. Люди ее остановили. В этот день активисты и местные жители просто не пропустили колонну бензовозов, везущих топливо к стройке. Это было начало топливной блокады стройки. И это стало поворотным моментом во всем противостоянии на шиесе. К весне вахта разрослась, появился палаточный лагерь. Тогда же весной произошли очень серьезные столкновения активистов со строителями, с охранниками стройки и с полицией. В результате этих столкновений на нескольких активистов заведены уголовные дела. И были другие разные формы давления на активистов. И увольнение с работы, и угрозы забрать детей, что касалось женщин. И блокирование счетов. То есть власть, она так разнообразно пыталась воздействовать на активистов. Но я хочу сказать, что чем больше оказывалось насилие и давление на активистов, тем, как ни странно, больше людей присоединялось к протесту. То есть получается, что мусорщики добились противоположных целей. И к лету, уже к лету на Шиес ехали дежурить просто, ну можно сказать, тысячи людей. Вот здесь видно, сколько на станции, на безлюдной маленькой станции людей. Как сказал один известный политолог, Шиес стал местом политического паломничества. 20 июня, в день прямой линии с президентом, на Шиес прибыло около 600 человек. Однако в своей речи, во время прямой линии, президент не обмолвился ни словом о Шиесе, хотя люди очень ждали, чтобы он сказал какие-то слова. Официальные власти ограничились только заявлением о том, что стройка будет остановлена 15 июня. Они это объяснили окончанием подготовительного периода работ. И позднее со стройки вывезли основную часть строительной техники. Я хочу немножко сказать несколько слов о том, кто участвовал в нашем протесте и чем он, в принципе, был вызван. Наш протест, он изначально был экологическим, но он, тем не менее, объединил сторонников всех политических сил. Даже сторонников Путина, которые в результате этого противостояния стали смотреть на ситуацию более трезво и реалистично. Летом прошлого года были проведены два социологических опроса в Архангельской области. Один из них Левада-центром московским. По результатам этих опросов более 95% жителей области высказались категорически против стройки этого полигона. Осенью прошлого года для консолидации всех сил была создана коалиция СтопШС, которая объединила в себе более 30 общественных экологических движений и с Архангельской области, и Республики Коми, и Вологодской области. Это области, которые находятся рядом. У нас в области в этом году осенью предстоят губернаторские выборы. И коалиция СтопШС провела народное голосование буквально на днях. И в результате чего коалиция выбрала трех народных кандидатов от протеста на пост губернатора. Почему это было сделано? Потому что наш нынешний губернатор Игорь Орлов, он представитель правящей партии «Единая Россия», он, собственно, и допустил этот полигон, он разрешил этот проект. И более того, он преподнес его как очень важный для области и ценный инвестиционный проект. Я заканчиваю. И напоследок хотела бы привести два образца. То есть вообще в этом протесте люди невероятную солидарность и единство продемонстрировали. Только два примера приведу. Осенью, в прошлом году сотрудники архангельского авиаотряда отказались под угрозой увольнения возить топливо на Шиес вертолетами. А буквально на днях медицинский персонал больницы Яринска, это недалеко от Шиеса поселение, отказались обслуживать сотрудников компании, которые строят полигон. Сейчас на Шиесе по-прежнему круглосуточно дежурят активисты, внимательно наблюдают за ситуацией, и все понимают, что эта ситуация может в любой момент поменяться. Но я хочу сказать, что мы стоим за свою землю, мы хотим сохранить ее для своих детей. Шиес наш, и мы его не сдадим. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Это очень впечатляюще. Я не хотела вас перебивать и сокращать ваше выступление. Мне думается, что очень важно, чтобы мы подробно посмотрели на один какой-то крупный проезд, о котором не так часто и подробно сообщали. Вы говорили о протесте, направленной против чего-то конкретного, что происходит прямо у порога наших дверей. И это приобрело затем очень крупную политическую динамику. Я неслучайно задаю этот вопрос, потому что мотивация может быть совершенно разнообразной, почему люди выходят на протест. И мне хотелось бы сейчас услышать другой протест и попросить Илью рассказать о том, что он наблюдал, находясь в столице. Мне думается, что там протесты изначально имели политический характер. Я очень рад здесь сегодня быть. Но я сразу хочу сказать, что мне очень сложно будет говорить как-то в общем о том, что произошло, потому что я пока готовился, наткнулся на мысль о том, что просто слишком много моих друзей, знакомых и всех тех, с кем я как-то связан в Москве, участвовали в этих событиях. И мне очень сложно дать это на какую-то оценку или характеристику. Поэтому, недолго думая, я решил просто рассказать несколько историй людей, которые были мне наиболее близки, из тех, кто в этих протестах участвовал, молодых людей, тех, с кем я за это время познакомился. И с помощью этих историй, четырех небольших историй, три из которых будут про моих друзей и одну про меня, показать вам возможные сценарии того, как разворачивались события в Москве этим летом, как люди подошли к этому лету, молодые, и что с ним случилось после этого. Я специально спросил у своих друзей, могу ли я использовать их настоящие имена, поскольку это достаточно опасное дело в России, но каждый из них согласился и даже написал мне о том, собственно, как они сами оценивают, что произошло с ними этим летом. Начну я с Насти. И Настя родилась в не очень хорошем районе Москвы. Ее любимая поговорка о ее детстве в детском саду была «Если не больно, значит неинтересно». Но при этом Настя поступила в лучший лицей Москвы, потом, кажется, до последнего момента один из самых свободных вузов этой страны, высшей школы экономики, на очень крутой экономический факультет. Она рано начала интересоваться феминизмом и левой теорией, но до последнего времени, собственно, до этого лета, она не очень участвовала сильно в политической жизни, не часто выходила на митинги, но 27-го числа, роковое число для всех летних протестов, она вышла, кажется, в один из первых раз вообще на улицу, и там же ее задержали на несколько суток, после чего судили и присудили штраф. Настя после этого занималась тем, что собирала деньги на штрафы другим студентам, организовывала мероприятия и политические, и мероприятия по сбору средств, и даже запилила, сделала бота для того, чтобы собирать деньги для студентов в Телеграме. Одно из моих любимых мероприятий, которое она делала в рамках издания «Докса», который рассказывает про студентов, которые попали в трудные ситуации про вузы и про образование высшее в России, она с еще одним журналистом, редактором этого издания, разливала пиво в баре и собирала таким образом деньги для того, чтобы сплатить штрафы и помочь людям, арестованным, по так называемому «Московскому делу». Но теперь Настя грустит, ей плохо, она говорит, что в ее жизни слишком много политики, она отошла от всего этого, и теперь, когда я попросил ее описать, что произошло с ней за это лето, она с самого начала ответила мне, что у нее нет особого настроения заниматься интроспекцией. Мой друг Женя родился не в Москве, он родился в городе, который называется «Гусь-Хрустальный». Это такой центр производства «Хрусталя» в России, оттуда приезжают к нам какие-то вазы, люстры и тому подобные вещи. Это в Владимирской области, это 250 километров от Москвы. Женя старший сын в семье, у него есть несколько братьев и сестер младших. Он поступил на политологию в Москву на бюджетное место, и Женя убежденный демократ. Он не может сказать точно, каких именно идеологических убеждений он придерживается, но при этом Женя считает, что он не подданный в этой стране, а гражданин и человек, который может реализовывать те естественные права, которым его наделила и Конституция наша, и вообще в целом его человеческий статус, идентичность. Женя вместе со мной организовывал пространство политика с самого начала и считал и считает до сих пор, что мероприятие, где люди разговаривают о политике и смотрят на нее совершенно разных сторон, это то, чего нашей России не хватает и в первую очередь не хватает молодым людям, которым негде высказываться. Женя выходил каждую неделю на улицу и протестовал сначала за допуск кандидатов, которых, как вы знаете, не допустили на выборы, хотя они собрали необходимые для этого подписи своих избирателей в их кругах, а после этого выходил за то, чтобы отпустили людей, которых незаконно задержали и на которых завели уголовные дела после их задержания. В процессе этих протестов Женя поссорился со своим лучшим другом, потому что его лошадок оказался сильно более консервативным человеком, чем он сам. И по итогу этих протестов убеждения Жени не особо поменялись, он только понял, что общественное давление действительно может творить чудеса в России и иногда спасать людей от больших сроков или от сроков вообще, но при этом он потерял друга. Я расскажу про Машу. Маша стала активистом, таким настоящим серьезным активистом. Маша была не такой трудолюбивой девушкой, как Настя, поэтому, поступив в Московский государственный университет, вылетела оттуда, а потом перепоступила на культурологию высшей школы экономики. Но это все неважно. На самом деле Маша долгое время занималась тем, что ездила по городам России и пыталась понять, как люди там живут. Не в Москве, не в центре, а вот в городах, например, северных, о которых сегодня было уже сказано, или вообще о том, как люди живут в России. И не обязательно, что Маша всегда сталкивалась с какими-то приятными впечатлениями, которые она получала в процессе поездок. Маша интересовалась политикой, но не очень сильно. И кажется, 27-го она тоже вышла практически первый раз. Ее тоже, как Настю, задержали, тоже, как Настю, судили сразу после того, как сдержали на двое суток. И в итоге Маше присудили не штраф, а общественные работы. И теперь Маша убирается и моет полы в каких-то промышленных зданиях по приказу ему права. И Маша находит даже в этом какие-то плюсы и говорит, что это сильно лучше, чем в любом случае платить деньги этому государству. А сейчас, позавчера, Маша ездила в Пензу. А в Пензе судили ребят по так называемому делу Сити, антифашистов, которых приговорили от 6 до 18 лет тюрьмы, а в процессе пытали. И это очевидно, но наше следствие к этому не прислушалось. И поэтому Маша поехала туда в составе большой активистской группы, а активистов там в этой Пензе задерживали. А основанием, как мне сказал мой друг, режиссер, который ездил вместе с ними, было, что это Пенза. Маша говорит, что 27 число не стало для нее ключевым, а ключевым стало то, что потом она выходила в пикеты за других арестованных и нашла себе настоящих друзей среди тех, кто потом выходил уже в одиночные пикеты. И сформировавшаяся группа стала той группой людей, которая, например, может совраться в другой город, доехать туда и попытаться поддержать или привлечь внимание к тому, что происходит в других городах России и не только в Москве. Хотя началось все с этого московского лета. Началось все с недопуска кандидатов на выборы и с того, что 27 числа кого-то отпустили, а кого-то оставили на несколько лет в тюрьме. Я правду говорил, что я нетипичный представитель этих протестных групп, потому что я вообще-то человек изначально оппозиционной семьи. Всю мою молодость мои родители говорили, что путинский режим — это зло. Я долго-долго об этом говорил, говорил, они люди взрослые. Поэтому, как только я выпустился из школы, я начал участвовать в психиполитических движениях. Я, как только выпустился из школы, поучаствовал в избирательной кампании. Потом делал этот проект «Пространство политика», где мы организовывали мероприятие. Но 27 числа мы в этом проекте организовывали набор людей, которые бы помогали нам дальше организовывать этот проект, чтобы проект был в разных городах, так, чтобы проект мог развиваться в Москве более интенсивно. И 27 числа ночью мой друг, надев мою толстовку, это было лето, но уже было холодно, поехал делать первую передачку ребятам, собственно, Маше и Насте, в СИЗО, потому что там было холодно и нечего есть было. И поэтому Кирилл поехал туда добиваться того, чтобы девочкам дали поесть и дали тёплую одежду, которую он привез на себе. Из этой толстовки вынули шнурок, потому что со шнурками толстовку в СИЗО передавать нельзя. Вот такие вот правила. Я не знаю, какой вывод из этого можно сделать, кроме того, что это лето стало некоторым водоразделом для многих молодых людей. Не для всех далеко, и, наверное, в этом его особенность. Нельзя говорить, что наше поколение вот раскололось на поколение, точнее, стало каким-то особенным после того, как эти протесты произошли. Но можно говорить, что для многих людей из этого поколения это лето изменило их восприятие жизни в России, причём в очень разные стороны. И не совсем понятно, куда это будет двигаться дальше. Потому что каждой из этих четырёх историй я сейчас после того, как мой друг отвёз передачку девочкам, решил, что мне нужно больше участвовать в политике и стал помогать оппозиционному кандидату, которого вы не допустили этим летом на выборы. Я признаюсь вам честно, политика оказалась сильно более скучным делом, чем я думал, но от этого, наверное, не менее важным. И я рад, что во всём этом участвую, но то, что мы не можем простроить какого-то одного сценария развития событий у молодых людей, участвовавших в этих протестах, наверное, чудесно. Потому что каждому из нас предоставлена возможность действовать так, как ему хочется. но я всё равно надеюсь, что Настя перестанет грустить и что у неё всё станет снова хорошо, что Женя не сильно будет волноваться за своего лучшего друга и переживёт это, и будет дальше делать то, чем он занимается, что Машу не посадят в тюрьму, как посадили многих активистов всего этим летом и не задержат в Пензе, точнее, уже не задержали, но не задержат где-то в другом городе. А про себя могу сказать, что я просто, наверное, буду стараться дальше. На этом у меня всё. Большое спасибо. Большое спасибо. Я считаю, очень интересным, что похоже, как у Лады иногда появляется такая динамика, что люди из-за того, начинается не мацполитика, из-за того, что у них появляются какие-то препятствия, что им мешает нормально жить, и тогда они теперь тем более будут заниматься политикой. Я всё-таки хотел уточнить ещё раз относительно настроения в прошлом году. Долгое время здесь всё-таки отсюда всё довольно весело, много молодых людей на улицах, и когда что-то запрещали, то они вышли на прогулки, всё равно протестовали, и в определённый момент эти настроения коренным образом изменились, и люди арестовали. А это мотивация, что просто наслаждаться им всё ещё существует, или вообще вы уже никакого наслаждения не испытываете при этом? Я могу точно сказать, что на примере Насти можно видеть, как люди устают от того, что происходило на протяжении этого лета. И честно сказать, я тоже участвовал в всех этих акциях, был задержан ещё в самом начальном марше Ивана Голунова, о котором сегодня уже было сказано, и под конец я очень устал, потому что выходить каждую неделю, выходные, участвовать в протестных акциях, понимая, что ты можешь быть задержан, или что с тобой может произойти что-то ещё хуже, ну, сильно влияет на твоё самоощущение. И то веселье, возможно, которое было 27-го числа, а 27-го числа реально было весело, было круто, был движ. Но после того, как многих лет задержали, после того, как наши бывших одноклассников хотели закрыть на достаточно серьёзные сроки, то это веселье лично в моём случае превратилось скорее в злость. И это, мне кажется, что эмоция, которую испытывали многие люди, с которыми я говорил. Но здесь я снова вступаю на эту зыбкую почву обобщений, и мне очень сложно сделать здесь какие-то выводы относительно, тем более, эмоционального фона. Веселье присутствует, наверное, у Маши в большей степени, поскольку Маша нашла людей, с которыми можно пройти через огонь, воду и те самые медные трубы. И это веселье, оно скорее вопреки, а не благодаря. Но если говорить о веселье, то да, я думаю, это оно, и без него ребята бы не смогли приехать в составе 70 человек в Пензу. и там в квартире двухкомнатной, в каком-то, значит, в двухкомнатной квартире было 25 человек, они там сидели и ждали того, стояли, да, вот я думаю, что тут есть люди, которые тоже хорошо знакомы вот с этим всем, вот, и ждали того, что, возможно, их приезд туда поможет ребятам не остаться в заключении на долгие и реально очень долгие сроки после пыток. Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но я постарался. Если я правильно вас поняла, вы хотели рассказать о примерных процессах, о тех процессах, трех актах, которые происходили и которые могли бы послужить примером того, что происходит в стране. про движение и про те активистские инициативы, которые связаны именно с защитой политических заключенных. А в России на сегодня, если, ну, то есть, в эти... Считается, что в России около 600, примерно, человек сидит по политическим мотивам. Это только те люди, которые так или иначе столкнулись с правозащитниками, либо у них оказались адвокаты, которые смогли связаться с правозащитниками, либо эти люди сами обратились к правозащитникам. Таких людей около 600. То есть, если, по моим представлениям, это чуть больше тысячи на самом деле, потому что очень многие люди либо не верят правозащитникам, либо не знают, как с ними связаться, либо не считают нужным. И вообще-то долгое время это... Вот я, в отличие от Ильки, люблю обобщение, хотя на самом деле данных у меня не сильно больше. По моим представлениям долгое время это интересовало только профессионалов. Это интересовало юристов, это интересовало правозащитные организации. Я в мемориале 25 лет, и вот мемориал занимался сбором данных политических заключенных, пытались что-то об этом рассказывать. И нельзя сказать, что обществу это было неинтересно. Это было интересно, но скорее такой академический интерес в общих чертах. И когда человек персонально сталкивался с кем-то знакомым, кого арестовывали, то да, он выходил на улицу, как-то протестовал немножко, а дальше активизм уходил в какие-то другие темы. Причем и так продолжалось. Да, первая волна защиты политических заключенных была связана с болотным делом. Это 2011-2012 год, но я думаю, что тут не надо рассказывать, что такое болотное дело. Я думаю, в этой аудитории, но в 2011-2012 годах в Москве был огромный митинг, в результате которых было арестовано много людей, они получили тюремные срока и сейчас уже все на свободе. И тогда была первая волна вот таких массовых выступлений в защиту политических заключенных, но вместе с болотным делом она и закончилась. и дальше по моим наблюдениям это были какие-то ситуативные или групповые защиты своих. Ну, то есть антифашисты выступали в защиту антифашистов, какие-нибудь мемориалы выступали в защиту членов мемориала и так далее. и что-то изменило московское лето. На мой взгляд, оно изменило то, что люди почувствовали силу в руках. По московскому делу в результате тех протестов, про которые сейчас рассказывал Илья, было арестовано 31 человек. существенно больше половины из них сейчас на свободе. Сейчас в заключении находятся 11. Все остальные это либо прекращенные дела, либо штраф или условный срок. То есть и общество понимает и осознает так, я не знаю, сколько это правда, но общество понимает это так, что это наша победа. Мы собрались, мы все вместе выступили, это были пикеты, это были выступления музыкантов, это были митинги, это были посещения судов, это была огромная консолидация общества на защиту своих политических заключенных. Причем тут не было своих, потому что эти ребята, которые были арестованы, среди них всего три активиста. Это те люди, которые раньше понимали себя в политике. Один левый активист, один либеральный и один я даже не знаю, какой. Ну, в общем, это всего три активиста, то есть три человека, которые до того, как выйти на площадь 27 числа, они вообще занимались какой-то политикой и понимали себя таковыми. А все остальные либо первый раз вышли, либо вышли вообще не понимая, честно говоря, я много с ними разговаривала с этими ребятами, особенно те, которые потом на свободе. Они, конечно, интересовались политикой, как Илья сказала, но нельзя сказать, чтобы они в ней разбирались. И когда они говорили, что они выходят за недопуск кандидатов, это просто, чтобы вы понимали, это не то, что они поддерживали какого-нибудь конкретного кандидата, или не то, чтобы они очень хотели, чтобы конкретный кандидат участвовал в выборах. Нет, ничего подобного. Они выходили, ну, если немножко покопаешься, они выходили против несправедливости. И это вообще самое частое слово. И от людей, которые выходили в самых разных городах по абсолютно другим поводам, на самом деле это тоже самое частое слово, которое я слышу за последнее время. И среди активистов ШИС или где-нибудь на Кавказе или еще где-то люди выходят. Это конкретный повод. Кстати, по поводу антимусорных протестов, их довольно много по стране. Таких крупных, как в ШИСе, больше нету, но их много. Но когда ты разговариваешь с людьми, они говорят не то, что я экологический активист или еще какой-то, я активист, потому что все надоело. Потому что надоело все, а тут взорвалось. И чем больше их становилось, тем больше становилось политических заключенных. Соответственно, потому что практически в каждом деле в ШИСе есть дела, но нет заключенных. А в остальных местах, в Екатеринбурге люди протестовали против храма там уголовное дело, в Ингушетии против договора с Чечнёй там уголовное дело и так далее. То есть чем больше протестов, тем больше уголовных дел. Но как-то казалось, что это все бесполезно, ровно до московского дела. И сейчас вдруг дело сети, которое тоже упоминал Илья, и которое в Пензе, это дело антифашистов, 10 молодых людей арестованы. Они были арестованы два года назад. Два года правозащитники, активисты, адвокаты, все, кто могли, про это дело писали, говорили, рассказывали, про это дело знали. Но то, что произошло сейчас, после приговоров, ребята получили от 6 до 18 лет. Это страшно, но то, что произошло после этого, оно трудно представимо. Буквально позавчера или два дня назад или три в Петербурге, в Ледовом дворце, это огромный спортивный комплекс, было 8 тысяч человек на концерте, музыкальный концерт, группа называется «Порнофильмы». они написали песню в поддержку фигурантов дела сети, в котором по сути в песне рассказывается про пытки и про то, что происходит. Моя Россия сидит в тюрьме и зал пел, и зал 8 тысяч человек кричали свободу. Честно говоря, представить это раньше было невозможно, хотя два года никакой новой информации, просто общество почувствовало силу в руках. И в заключение я хочу прочитать просто, а да, я хотела сказать, что в Берлине проходят акции солидарности с этими ребятами, и мне хочется в том числе сказать, что то, что здесь происходит, это тоже очень важно. И я знаю, что, скорее всего, вы знаете про это дело, но все-таки я хочу это прочитать. Они стали указывать мне, что мне нужно делать. Я выполнял их команды. Разделся до трусов, сел на лавку, вытянул руки назад, голову наклонил вниз. Вначале я думал, что это какая-то необходимая процедура осмотра, положенная для всех поступивших в СИЗО. Поэтому я так добровольно подчинялся. Затем скотчем они сзади связали мои руки. Также скотчем ноги привязали к ножке лавки. В рот мне положили кусок марли. У одного из них руки были в белых медицинских перчатках. Он достал Динамо машину и поставил на стол. Канцелярским ножом зачистил два провода. Сказал мне, чтобы я оттопырил большой палец ноги. Другой потрогал мне на шее пульс рукой. В дальнейшем он делал это не раз. Он контролировал мое состояние. Затем он стал крутить ручку Динамо машины. Только пошел до колен. У меня стали сокращаться мышцы ног. Меня охватила паралитическая боль. Я стал кричать, биться спиной и головой о стену. Между голым телом и каменной стеной они подложили куртку. Все это продолжалось примерно 10 секунд. Но во время пытки мне это показалось вечностью. Один из них стал разговаривать со мной. Дословно он сказал слов нет, не знаю, не помню, ты должен забыть. Ты меня понял? Я ответил да. Правильный ответ. Молодец, Димочка. Это цитата из рассказов о пытках по делу сети. Этот парень, который это написал, рассказал, получил 18 лет. Это как-то должно быть установлено. Большое спасибо, Александра. Это действительно очень печально. Я думаю, что не все об этом знают. еще, что вообще такие высокие сроки они получили, что даже используют пытки. Приговоры были озвучены, по-моему, неделю назад. Я читал об этом на страницах Декодера, где тоже существует текст на немецком языке. Поэтому мне вообще было невыносимо. здесь шокирует новое качество насилия. Вообще, когда мы планировали это мероприятие, для нас было почти немыслимо говорить о таких вещах, но, видимо, существует новый род солидарности среди людей, которые раньше не интересовались друг другом, у которых были только свои горизонты. Это все-таки вселяет определенную надежду на будущее. Но я хотел бы сейчас представить слово Григорию Юдину с тем, чтобы он рассказал о том, каков у него анализ общественной ситуации, что произошло в 2019 году. что изменилось. После этого будет возможность задать интересующие вас вопросы. Я думаю, что вы довольно долго уже ждали. Пожалуйста, слово вам, Григорий. Спасибо фонду Бюлли за приглашение. Я всегда рад быть в Берлине и рад быть здесь по приглашению фонда Бюлли. Я попробую совсем коротко очертить ответы на вопросы, которые были в качестве темы сегодняшней дискуссии. Первый вопрос, который возникает часто, когда мы говорим про политическую ситуацию в 2018-19-20-20-м годах, это, конечно, разница с 2011-20-м годами. Если совсем коротко зафиксировать эту разницу, то у нас состоит в том, что в отличие от того, что происходило в 2011-20-м годах, сегодня требования протестующих в обществе в целом считываются как легитимные, а репрессии против них наоборот как нелегитимные. Это серьезная разница в сравнении с 2011-20-м годами. Там тоже ситуация имела некоторую динамику, скажем, в декабре 2011-го года, когда достаточно быстро прошла волна протестов против фальсификации на думских выборах, в целом страна была захвачена этим движением, большие акции проходили в очень многих городах, и сегодня во многих городах об этом помнят, но достаточно быстро удалось администрации перехватить в этот момент инициативу и установить несколько очень важных расколов внутри общества, во-первых, столкнуть страну с Москвой, и после этого эти акции стали восприниматься как акции московские, еще раз скажу, что это было не так по факту, но они быстро стали восприниматься как московские, и кроме того, столкнуть благополучный класс с неблагополучными классами, эти акции стали восприниматься как акции скорее обеспеченного класса, опять же, это не так, это можно легко видеть по списку тех, кто потом попал в тюрьму по болотному делу, они представляют самые разные слои общества, но Но это был такой способ действия, который оказался достаточно эффективным с точки зрения перехвата политической инициативы. И вот сегодня мы видим, что ситуация изменилась. Сегодня мы видим, что какую бы из последних акций протеста мы ни взяли, там ситуация в Екатеринбурге, где люди протестовали против такого самодурского решения по застройке храмом ключевого публичного места в центре города. Мы можем взять ситуацию в Москве с протестами, про которые коллеги говорили. Мы можем взять ситуацию в Шиесе. Везде у нас есть данные, вплоть до данных опросов общественного мнения, что все эти протестные акции имеют достаточно серьезную поддержку в обществе. Причем не только в тех точках, где они происходят, но и что важно в обществе в целом. Скажем, в московском случае, меня просили не нагружать вас цифрами, но важная деталь стоит в том, что в московском случае, уже когда ситуация начала развиваться, где-то в июле-августе, появились данные, которые показывали, что москвичи в целом скорее склонны с симпатией относиться к людям, которые выходят на улицы требовать регистрации кандидатов. И вскоре примерно такие же цифры были получены по стране в целом. Лада упомянула, что с Шиесом вообще ситуация очевидная. Совершенно очевидно, что требования людей, которые держат вахту, имеют подавляющую народную поддержку. Это новая ситуация. Напротив, репрессии, которым подвергаются протестующие, сегодня считываются как нелегитимные. Это было хорошо видно, опять же, в случае с московским делом, где полицейские органы позволили себе случай выпиющего насилия. Для России это особенно чувствительная вещь, там, избедение женщин и так далее. Вот эти вещи были очень быстро распространились по социальным сетям, по всей стране считывались как нелегитимные. Сегодня мы видим продолжение той же самой тенденции в случае с делом сети, которое действительно всплыло в последнюю неделю после приговоров. Опять же, потому что достаточно очевидно, что люди, которые ничего не сделали, получили гигантские сроки, такого рода полицейское насилие считывается особенно на фоне пыток, которым они, опять же, очевидно подвергались. Собственно, даже никто не ставил под сомнение, что там были пытки. Эта вещь перестала быть легитимной. То есть это очень важный перелом в настроениях. И для меня, как человек, который занимается изучением демократии, это важно, потому что поменялись народные настроения. Насколько этот перелом окончательный, бесповоротный, мне сейчас сказать сложно, но то, что он случился, это очевидно. Это происходит на фоне общего изменения, скажем так, политического запроса в стране. Потому что сегодня мы видим, как возникает потребность в таком более свежем политическом стиле, который был бы более инклюзивным, который был бы более открытым, предполагал большую увлеченность, предполагал бы возможность дискуссии, особенно для молодых поколений. Вот эта статистика, про которую я говорил, данные опросов, они очень хорошо показывают, это буквально то, что возникло в последний год-два, что есть два очень важных разлома в стране с точки зрения, например, оценки событий в Москве или оценки репрессии. Первый разлом – это разлом поколенческий. Причем, я бы сказал, что линия разлома проходит не между молодыми и всеми остальными. В России часто в последнее время говорят, что это появилось какое-то новое поколение. Скорее, разлом проходит между старшей возрастной группой, то есть 55+, и всеми остальными. Вот если там смотреть на отношения, скажем, к московской ситуации, то очень видно, что 55+, сильно отличаются от всех остальных. С чем это связано? Это очень сильно коррелирует со вторым разломом. Второй разлом – это разлом в медиапотреблении. Люди, которые потребляют информацию о текущих событиях только из телевизора, очень сильно отличаются по своим оценкам ситуации от тех, кто использует много каналов информации, в том числе видеоблоги, социальные сети, какие-то онлайн средства коммуникации. И, опять же, здесь очень заметно это отличие. Вот для этих более, скажем, в целом молодых групп характерен запрос на такой более молодой политический стиль. Опять же, дело не в биологическом возрасте, дело в том, что как только появляется, скажем, возможность для какого-то активного политического участия, мы видим, что значительные группы молодежи начинают включаться в такого рода политические компании, при том, что в целом Россия полностью деполитизированная страна, и особенно в молодых группах. Ну, потому что никому не интересно ходить на выборы и выбирать между единой Россией и справедливой Россией. Это бессмысленная деятельность. Ну, сложно этим увлечь вообще кого-то всерьез. Но зато, когда появляется, например, задача собрать пять тысяч подписей, как будто было в Москве с кандидатами в течение трех недель, это как бы интересная головоломка. Да, это, в принципе, запретительный барьер. Но как бы попробовать его взломать, как бы попробовать его взять, как попробовать, например, собрать большое количество денег на компанию быстро с помощью краудфандинга. Появляются способы для вовлечения, для того, чтобы прямо коммуницировать с людьми, для того, чтобы вовлекаться в какую-то прямую политическую дискуссию. И видно, что это, в общем, дает энтузиазма. Ну, опять же, мы не говорим о каких-то больших категориях населения, но это достаточно заметные группы. И сегодня, если говорить... Да, эти группы, в общем, есть, на самом деле, везде, по всей стране. Это не только московская ситуация. Если говорить о том, по поводу чего, значит, все эти протесты, да, то на самом деле нужно признать, что какой-то общей повестки в них нет. Там, если брать, не знаю, случай Шица, или случай Екатеринбурга, или там, случай Москвы, какой-то очевидной общей повестки, которой они были объединены сегодня, нет. Но все же можно считать кое-что общее, что в них звучит. Я думаю, что даже в сегодняшних выступлениях это можно было слышать, да. Во-первых, есть запрос на самоуправление. На местное самоуправление. Там в Москве это можно увидеть в том, что появились довольно сильные муниципальные депутаты. В Петербурге то же самое происходит. При том, что там были странные выборы губернаторов в сентябре. Параллельно на муниципальных выборах победило достаточно большое количество независимых депутатов, депутатов от различных независимых групп, которые воплощают этот запрос на управление своей землей. Вот Лада правильно сказала, вот это чувство, что это наша земля. Оно не только для Шица характерно. Слушайте, оно для Москвы не менее характерно. Потому что в Москве происходит черт знает что. Ты выходишь на улицу, и она завтра может выглядеть не так, как выглядела вчера. А послезавтра не так, как выглядит сегодня. Ее могут завтра перекопать, послезавтра закопать, а потом в следующий день перекопать снова. Это вызывает странное ощущение, что ты непонятно кто в собственном городе. Вот этот запрос на самоуправление, он, конечно, связан с общим запросом на децентрализацию. Еще раз скажу, что Москва включена в этот запрос. С одной стороны, по всей стране довольно сильное недовольство Москвой. Потому что, ну, что может быть более отвратительным, чем из Москвы везти куда-то там мусор. Да, ну, сначала Ярославль против этого восстал. Об этом сегодня не говорили, но это был удачный случай протеста, потому что Ярославль просто не допустил этого. Тогда выбрали, значит, медвежий угол где-то там на севере, про который никто не знает, и решили, что там можно все это похоронить. Нет, опять не получается. Это символическая демонстрация неравенства, против которой, в общем, в последнее время люди все сильнее начинают протестовать. Неравенство стало, ну, или становится потихонечку важной темой в России. Россия страна с одним из самых высоких уровней неравенства в мире, но до последнего времени это не обсуждалось. Сейчас разные измерения неравенства, в том числе территориальные измерения неравенства, становятся потихонечку темой. Вот такие вопиющие символические случаи неравенства, как в Шиесе, они вызывают довольно сильную встречную реакцию. Еще один сюжет, который, ну, там, в этой аудитории нельзя не упомянуть, который меня, например, сильно удивил, это то, что тема экологии, похоже, становится какой-то существенной для России. И, казалось бы, Россия гигантская страна с бесконечными, казалось бы, природными ресурсами. Никто никогда не думал о том, что они могут закончиться. В общем, в России многие люди считают, что пока, значит, весь мир будет бороться с глобальным потемлением и прочим, мы как-то спокойно пересидим это время, потому что все равно страна огромная, она мало заселена, и нас это мало волнует. Но нет, это не так. И, так, когда мы делаем собственные исследования, скажем, по молодежной среде, нам часто говорят, что вещь, в которой я могу реально поучаствовать, это защита природной среды. Вот наступление на природную среду, наступление на какое-то естественное реалообитание начинает выглядеть неприемлемым, и поэтому там что Екатеринбург, что ШИЭС, что, кстати, Москва в значительной степени, потому что многие из московских локальных активистов имеют экологическую повестку, показывают, что тема экологии становится в России существенной. Ну и, конечно, несправедливость. Правильно было сказано про общую несправедливость. Несправедливость, которая вызывает это самое чувство злости, поскольку не очень понятно, как с ней можно как-то вести разговор. И результатом становится действительно формирование новых сетей солидарности, чего раньше, опять же, не было. Там одно из интересных явлений 2019 года – это появление солидарности профессиональных групп, которые начали высказываться по поводу политических дел. Там это начали делать студенты, профессора, артисты, врачи, учителя. Каждый из них сочли необходимым, как гильдия, выступить и высказать свою позицию по тем или иным политическим делам. И сейчас мы видим, что это начало снова работать в случае с делом сети. Буквально сейчас, прямо когда мы это обсуждаем, появляются новые и новые такие заявления от профессиональных сообществ. С чем это связано? Это связано с тем, что, на самом деле, внутри профессиональных групп давно существовал запрос на объединение. У каждой из них есть свои проблемы, связанные с тем, что они разрознены. У каждой из них терпят довольно серьезный урон от этого. Но не было хорошего повода для того, чтобы объединиться. Вот такие политические события начинают создавать такого рода поводы. И последнее, что я скажу, это по поводу перспектив. Ну, в целом, конечно, перспективы не очень ясны. Мы действительно имеем ситуацию, которая уже качественно отличается от ситуации двухлетней давности. Мы имеем ситуацию довольно неопределенную, потому что ясной повестки в стране нет. Общие, ну, как бы, обеспокоенности и недовольства в стране, в общем, возрастают. Усталость от текущих элит тоже возрастает. Не очень верится, что они действительно готовы там всерьез уйти в сторону. Даже не очень понятно, как они могут это сделать. В этой ситуации вот эти небольшие, но организованные группы могут достаточно серьезно влиять на ситуацию, как мы уже видели и в случае с остановкой множества этих уголовных дел, и в случае с этими протестами, которые все в той или иной степени, чтобы было понятно, все случаи, которые обсуждались сегодня, в той или иной степени оказывались случаями успешными. Да, мы не говорим сегодня о том, что как-то серьезно меняется настроение большинства, но очень важно понимать, что в политическом режиме, таком как российский, который построен на полной деполитизации пространства, на самом деле большинство вообще вряд ли может быть мобилизовано, а во-вторых, повестку определяют не большинство, а организованное меньшинство. И вот их становится в последнее время больше. Это какая-то главная новость последнего времени, которая будет определять ближайшие перспективы. Спасибо. Большое спасибо за те важные понятия, которыми вы оперировали в своем выступлении, которые помогут нам рассортировать ситуацию и лучше ее понять. Мне думается, что у нашей аудитории есть желающие задать вопросы. Есть ли у нас микрофон в зале, который мы можем передавать желающему? У меня спереди попросили микрофона, сзади двое человек желают задать вопросы. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут? Я журналист и сотрудник некоммерческой организации «Европейский обмен». У меня два вопроса. Один к Григорию Юдину, второй ко всем. Вы сказали, и это многие говорят, что вот сейчас появилось студенчество как активная протестная группа. А, например, в 2011-2012 году ее не было, ну или она не была так заметна. Поэтому и тогда студенты, и сейчас студенты – это люди, которые родились в постсоветское время и взрослели при Путине. Что изменилось, почему студенты вдруг так активизировались? Второй вопрос, аналогичный. Прозвучали слова, что вот беспрецедентный процесс, чудовищные сроки, адские пытки. Это действительно так, но это совершенно не первый такой процесс. И такие процессы идут уже довольно давно. Крымских татар молодых хватают, сажают, записывают их в организацию Хизбут-Такрир или какие-то мифические террористические ячейки. Такие же вещи мы знаем из Башкортостана, из Татарстана и так далее. Абсолютно то же самое. Жуткие пытки, чудовищные сроки, никакой такой вот массовой солидарности. Не было такого внимания, такого возмущения. Что произошло, что изменилось? Спасибо большое. Мне думается, мы не будем собирать по 10 вопросов, а сразу же будем отвечать на вопросы. Мне думается, тогда наша дискуссия будет более оживленной. Первый вопрос был адресован Григорию Юдину. Что здесь важно с политической точки зрения? Мы там иногда можем обращать слишком много внимания на количественный состав людей, которые протестуют. Мы видим, что там среди них большое количество молодежи, скажем. И говорим, что это молодежный протест. Это довольно, на мой взгляд, неверная, а во-вторых, довольно опасная логика, потому что она позволяет очень легко марганализировать такого рода действия. Вот это то, что начало происходить, например, в 17-м году. И то, что один раз сработало в 11-м, 12-м году, потом начало происходить в 17-м году. Посмотрите, значит, это вышла молодежь. Это вот некоторое новое поколение, и мы начинаем уже занимать такую наблюдающую позу, что вот кто такие новые они, новые люди, вот они появились, значит, это какая-то новая генерация, которая нам не знакома и так далее. В то время, как люди выходят, на самом деле, с общегражданскими лозунгами. Они не говорят, что мы там, у нас только 68-й год, и не доверяя никому, кто старше 30-ти. Они выходят с общегражданскими лозунгами. И поэтому, когда я говорю, что студенчество появляется как группа, дело именно в том, что оно начинает озвучивать интересы студенчества. Это связано с процессами внутри университетов, потому что в целом ряде университетов, ну, в общем, студенты впервые начали говорить о том, что не мешало бы вернуть университет студентам. То, чего в России не было. То есть это, на самом деле, имеет, казалось бы, причины, которые находятся вне большой политики. Это можно видеть, как эти группы солидарности начинают формироваться в разных университетах и начинают заявлять студенческую позицию. Дальше, как только это внутри университетские проблемы, они начинают пересекаться с макрополитическими, возникает эта связка, которая выносит эти группы в общее пространство. Смотрите, что произошло в Высшей школе экономики, например, да, где проректор, значит, с одной стороны была оппонентом для студенчества с точки зрения борьбы за самоуправление, а с другой стороны пошла в качестве кандидата в Московскую городскую думу. Вот эта вся внутренне университетская повестка, она немедленно стала повесткой и общемосковской, а потом очень быстрый и общий федеральный. Поэтому я думаю, что реальные причины находятся в области формирования солидарности по поводу конкретных проблем студенчества внутри университетов, но любая еще раз солидарная группа в России очень быстро приобретает большой политический вес. Просто потому что очень разреженная среда. Если ты способен организовываться и реализовывать коллективные действия, у тебя сразу появляются гигантские возможности. На самом деле, мне кажется, может Илья меня поправит, но мне кажется, что возможности, которые получили эти группы, сегодня сильно превышают то, на что они могли бы рассчитывать, на самом деле. Спасибо. Вторую вопрос. Вопрос. Может быть, вы второй вопрос хотели бы озвучить? Я хотела ответить на второй вопрос, как минимум, потому что я пять лет работала в Крыму, мониторила нарушения прав человека с начала войны. Но сперва я хотела проиллюстрировать ответ про студенчество. Мы когда делали группу поддержки по московскому делу, это «Арестанты-212», это те люди, которые собирали деньги и помогали, и носили передачи, все время приходили журналисты и говорили, а нам нужно снять студентов, которые собирают передачу. Я говорю, простите, у нас на этой неделе для вас студентов нет. Но я не шучу, потому что, правда, мы начинаем смотреть, кто у нас из активистов идет на этой неделе, но не идут студенты. Они говорят, нет, нам нужно снять обязательно студентов. И это вопрос все-таки во многом вопрос репрезентации, потому что точно так же, как в 2011-2012 году, про этот чертов средний класс, это тоже был вопрос, потому что нужно было. Тогда, между прочим, у среднего класса тоже была задача показать, что вот мы есть. Сейчас такая задача есть у очень большей части людей. Просто вот сейчас собираются подписи в защиту дела сети, и такие, ой-ой-ой, слушайте, у нас тут написали журналисты поддержку, там книжные магазины, эти написали, а мы-то что? Ну а мы что, не люди? И вот дальше они начинают, ой, а я вообще к какой профессии отношусь? Сейчас я своих однокашников вспомню, и быстренько мы напишем. Потому что людям важно показать свое наличие. И в этот раз студенчество показало свое наличие. И это очень круто, потому что они могли объединиться, и им тоже важно было себя презентовать. А по второму вопросу, знаете, что я скажу? Это процесс. И на самом деле, может быть, я не объективна, и наверняка я не объективна, потому что очень долгая работа в Крыму, она накладывает свой отпечаток. Но вообще-то, если честно, мне кажется, что Крым нам очень помог в частях, в части солидарности с политическими заключенными. Но, по крайней мере, я привезла от них кучу практик, которые потом как-то транслировала, в том числе на защиту политических заключенных в России. Потому что, что бы там кому ни казалось, Россия и Украина — это очень разные страны. И практики из Крыма, они как бы совсем новые. В частности, например, объединение родственников. И сейчас в России есть движение матерей против политических репрессий. Я в том числе, оно такое, ну, матери против политических репрессий, а не матери политических заключенных, поэтому я в этом движении тоже. И очень многие практики взяты, в том числе, из Крыма. То есть, вообще-то, да, конечно, были... Кстати, в Крыму почти не было пыток, к слову. Ну, вот таких вот, как в сети, не было точно. И, на самом деле, их не так много в России, как может показаться. Они есть. В делах, которые ведет ФСБ, почти во всех есть пытки, но они не все политические. Не все эти дела. Те дела, которые ведет полиция, далеко не всегда есть пытки. Так вот, и это процесс. Люди начинают объединяться, 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 и вот теперь до объединялись вот до этого. Ну, так. Спереди, пожалуйста, желающие. Меня зовут Хайка Штокман. У меня вопрос в Ладе Зазыкиной. В регионе Архангельска. Если там возникает мусорный полигон, то я понимаю эти протесты. Если бы этот полигон в моей деревне находился, я бы тоже пошел на протесты. Но тогда что делать в Москве? Что там надо построить? Сжигательный завод. Что вы хотели бы от власти конкретно? Здравствуйте, уважаемый Хайка. Вам отвечаю на вопрос. Что нужно делать в Москве? Ну, в руках Москвы все рычаги управления, всеми процессами. И как я уже говорила, мусорная реформа, она началась не сейчас. Она готовилась несколько лет. Но, как я уже говорила, в Москве почему-то эта реформа отложена. И решается сейчас как раз за счет вывоза этого мусора, не сортированного в регионы. Что нужно сделать в Москве? В Москве нужно начать цивилизованную работу с мусором. Ввести раздельный сбор отходов для начала. Построить сортировочные мощности, сортировочные станции. Мусороперерабатывающие заводы у нас есть. И, насколько я знаю, они загружены на 10-15% имеющиеся, потому что у них нет сырья для переработки. Это, конечно, очень большая работа и серьезная. И нужна очень большая заинтересованность государства в ее решении. Выскажу лично свое мнение, что мне кажется, что в этой большой работе должны быть до решения этих вопросов допущен частный бизнес. Многочисленный. А вся мусорная реформа, вся логика ее построена на монополии государства в решении этого вопроса. А поскольку это монополия, то ей неинтересно иметь дело с очень затратными, низкомаржинальными бизнесами. То есть им интересно быстро заработать деньги. Самое дешевое – это просто закопать этот мусор на полигоне. Это самый простой и дешевый способ решить эту проблему. Ну и, соответственно, иметь высокую прибыль от этого. Я надеюсь, ответила на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было очень конкретно и непонятно. Стефан, вы хотите еще что-то сказать? Стефан, вы... Гражданское общество, которое собирается на протесты, иногда выдерживает это очень долго. Но мне кажется, что мы пока не видим. То есть я не вижу, что действительно то, что сказал Григорий, уже происходит. Что маленькие меньшинства, когда они солидарны, уже могут определить повестку. Потому что, мне кажется, повестка – это все-таки определенные, к сожалению, такие небольшие группы в стране. Хотелось бы узнать, как вы видите, вот это разделение электората. Мы традиционно говорим про 80%, 20% где-то. Изменились ли это действительно или нет? Я вижу, что тот самый президент уже продерживается 20 лет. И они научились как-то какому-то менеджменту протестов, в частности. И это, конечно, тоже скептическое мышление на этот счет. Но, может быть, можно комментировать. Хотелось бы. Спасибо. Штефан, я здесь чисто неудачный вопрос. Смотрите, как устроена российская политика с математической точки зрения? Российская политика построена на полной деполитизации. В России люди не интересуются политикой, считают, что политика – это грязная вещь. В общем, по возможности стараются в ней не участвовать. Я вот все время говорю, что если вы хотите испортить вечеринку, то начните говорить о политике на вечеринке. В принципе, люди считают, что все политики одинаково плохи. Включая, кстати, Владимира Путина, который, ну, просто раз уж он там есть, то, в общем, ну да, наверное, может быть, не так плохо, как кто-то мог быть еще, потому что, наверное, следующее будет еще хуже. Но в целом это общее деполитизированное отношение. Там даже опросы, которые я обычно критикую, показывают какой-то фантастический уровень недоверия политикам и общее ощущение неспособности повлиять на ситуацию в стране. Там более 90% опрашиваем и говорят, что они никак не влияют на ситуацию в России. Это отчасти, на самом деле, роднит Россию с многими другими странами, которые сегодня испытывают кризис репрезентации, там, в частности, с Германией. Но просто ситуация в России гораздо более радикальная. И вот в этих условиях, на самом деле, обеспечивать хорошие цифры голосования, на самом деле, не очень сложно. Потому что как устроены российские выборы? Они устроены в два шага. Значит, на первом шаге вы полностью деполитизируете ситуацию, то есть, ну, лишаете людей всякой мотивации к тому, чтобы приходить на выборы. На них, естественно, не допускаются никакие серьезные кандидаты. Все остальные выглядят как клоуны. Выборы представляются маскарадом. Ну, в общем, на самом деле, еще раз, вменяемый человек, конечно, на выборы ходить не будет. После этого вы привлекаете на выборы небольшую долю зависимого электората, которым можно манипулировать. И, в общем, при явке 20%, привлекая на выборы где-то 12-15%, вы получаете, ну, сколько получаете? Получаете где-то 60-70-80% голосов. Вот, собственно, откуда берутся эти самые 80 на 20. Можно отдельно показать, я просто не хочу сейчас тратить на это время, что точно так же работает опрос общественного мнения, на которое отвечает примерно та же самая категория населения, которая ходит на выборы. Поэтому, когда, как бы, правильный ответ на вопрос о том, нравится ли россиянам Владимир Путин, например, вопрос, ответ не да и не нет, а россияне обычно говорят, уйдите от меня. Или в более грубой форме, идите нафиг. Поэтому именно в этой ситуации появляется возможность для, как бы, небольшой контрмобилизации. Мы это видели как раз на московских выборах, где это должны были быть выборы, которые устроены точно так же, как стандарты российские выборы. Там должна была быть минимальная явка, можно было привлечь, там, где-то 12-15% зависимого электората и обеспечить полное преимущество для всех кандидатов от Единой России. Даже небольшая мобилизация встречная в итоге полностью изменила расклад, и, ну, в итоге это оказалось 50-50, да, то есть московский парламент оказался примерно половину-наполовину. Вот почему я говорю, что молодые, в смысле, небольшие группы могут, на самом деле, серьезно менять повестку в этой деполитизированной ситуации. И мы видели, скажем, что все действия, там, администрации, что московской, что потом уже и федеральной в течение, там, лета 19-го года, это, конечно, были реактивные действия. Это были действия, которые пытались хоть что-то сделать с тем, что происходило в Москве, потому что вся повестка политическая была полностью определена тем, что происходило в Москве, и в стране знали о том, что в Москве происходило. И в том числе, там, вот все эти жестокие дела и преследования, это было попытка как-то перехватить инициативу. Да, потом, в общем, выяснилось, что какого-то следующего шага хорошего нет, и ситуация висела, и я думаю, что, например, там, то, что мы видели в январе в связи с попытками изменить Конституцию, с пока что не очень понятными целями, это в значительной степени просто новый способ перехватить инициативу и сейчас заполнить повестку чем-то другим. Как только будет появляться группа, которая будет иметь ясную, понятную и, там, доступную для населения цели, которые будут хорошо организованы, у них есть хороший шанс на то, чтобы эту повестку снова перехватить. Еще раз, это довольно новое состояние. Там, предыдущие, скажем, лет 15-20, в общем, дело так не обстояло. Сегодня появилась возможность воспользоваться вот этой уязвимостью и показать настоящую природу этих 80%, которые, конечно, ну, в общем, просто, как бы, такие сконструированные цифры. Большое спасибо. Это, скажем так, очень трезвая математика, которую вы нам являете. Еще один вопрос, потому что мы поздно начали нашу дискуссию, и поэтому предлагаю... Следующий. Григорий Юдин все очень подробно пояснил, поэтому ему вопросы не адресовывать, пожалуйста, а вопросы другим участникам. Пойдем на дискуссии. Я сотрудник Института словистики Губельского университета. У меня два очень коротких вопроса. Один к Ладе, один к Александре, они быстро отвечают. Лада, смотрите, это, наверное, предложение предыдущего вопроса, с которым я согласен. Мой вопрос идет скорее в ту сторону. Вы описали проблему. Скажите, из протестного движения были какие-то сформулированы, какие-то предложения, которые бы звучали, возможно, в коалиции с местным управлением, возможно, в коалиции с экспертным сообществом, которые бы сказали, хорошо, этот вариант не работает, упаковать в пластику, утоплять в болоте, вот что мы хотим. То есть выдвинуто конструктивное требование, какой вид мусорного менеджмента мы видим как протестное сообщество в коалиции с местными властями, экспертным сообществом. И, Александр, к вам тоже очень короткий вопрос. Вы помните, 10 лет назад еще очень много писали о полицейском насилии, полицейском беспределе. Был фонд «Вердикт», по-моему, который считал правонарушения со стороны полиции. Потом об этом как-то забылось, и вот осталось даже впечатление, что полиция стала какой-то более вменяемой. После дела сети, после вот этих всплывших пыток, или вот, может, вы скажете на ваш взгляд, вот за эти последние 10 лет полиция проделала какой-то процесс, я не знаю, что ли, более уравновешенного отношения по отношению к гражданам или профессионализации, наконец-то. Спасибо. Постараюсь ответить на ваш вопрос. Если вы имеете в виду компромисс по поводу мусорного полигона, то есть мы согласны, если, то нет. Этот вопрос однозначно никаких компромиссов не терпит. То есть мусор чужой на территории Архангельской области не приемлем ни в каких вариантах. Только для мусоропереработки, возможно. Но у нас на территории области, насколько я знаю, только переработка картона есть производство. Что касается вообще решения мусорной проблемы на территории нашего региона, таких предложений было много сформулировано. Это то же самое введение раздельного сбора, установка сниженного тарифа для домов, которые занимаются раздельным сбором. Это постройка мусороперерабатывающих у нас есть в Архангельске предприятие, которое занимается сортировкой мусора. Но власти не заинтересованы не только в его развитии, а даже в его существовании. Вот сейчас тоже мы отстаиваем это предприятие, чтобы оно сохранилось. И на его базе, возможно, можно было бы развить вот эту отрасль. Но еще я хочу отметить важный момент. Власть, мы-то можем много формулировать, и мы много формулировали требований к власти. Власть отвечает молчанием на все наши предложения. Есть замедленная реакция такая, которая непонятна. Это был ответ на тот вопрос, или это просто что-то сказано от нее, исходящее. Но никакого диалога не существует с властью по решению этих вопросов. Никакого. Большое спасибо. Я восхищаюсь с вашим терпением относительно этой ситуации. Александр, если вы можете еще ответить на этот вопрос, а потом у нас будет заключение, я надеюсь, что у вас, не у всех вас будет потребность сказать заключение несловно, но, может быть, Илья все-таки нам расскажет о том, что его здесь волнует после этой дискуссии. Я пробую быстро ответить на ваш вопрос. Под полицейским насилием мы, понимается, очень широкий круг. Если я вас правильно поняла, вы скорее говорите о пытках, чем о том полицейском насилии, которое на митингах или обо всем вместе. И тут у меня есть два представления. Мне всегда очень трудно, то есть не всегда, а в данный момент очень трудно в присутствии Григория депутатов делать какие-то обобщения. И даже стыдно, я почти краснею. Но мне кажется, что пытки расследуют, про пытки говорят больше, и поэтому кажется, что их в общественном пространстве стало больше. Но у нас стали появляться уголовные дела, что приятно. А у нас стали происходить общественные расследования. Вот сейчас посадили нескольких сотрудников в Ярославской колонии благодаря общественному вердикту, который вы упомянули, организации их адвокату Ирине Бирюковой, которые смогли это вскрыть, провести процесс, они сейчас в заключении. Но власть радостно, узнав, что можно сажать в Синовцев или полицейских за пытки, вообще-то радостно начала эти дела возбуждать, расследовать, потому что они, в принципе, любят возбуждать и расследовать дела. И, в принципе, не очень важно, на какую тему. Нет, на самом деле, это звучит смешно, но у меня вообще есть ощущение, что они вообще-то не очень понимают, что они делают. Вот тут Григорий нам рассказывал, что активисты не очень понимают, против чего протестуют, но что нет общей повестки. Точно так же, на самом деле, у меня есть ощущение, что у полицейских тоже нет никакой общей повестки. У них нет никакой идеи, что сейчас вот мы прекратим митинги. И у нас есть план. Раз, два, три, четыре, пять. По нему надо посадить столько-то человек, столько-то попытать. И у нас митингов больше не будет. Нет, это не так. Вот. И последнее про полицейское насилие. Оно не полицейское, оно спецслужбовское. Это насилие ФСБ. Насилие ФСБ неприкасаемое. По практически всем делам, которые ведет ФСБ, неважно, экономические это, террористические, или какие бы то ни были, почти во всех есть пытки. Те, в которых нет, это значит, что нам об этом не сказали, потому что боятся. В этих делах, в официальных делах, расследуемых официально ФСБ, потом передающихся в суд, есть секретные тюрьмы, пытки током, какая-то, явно есть методичка и обучение, потому как они это делают, потому что они это делают абсолютно одинаково во всех регионах. И вот по этой части не меняется ничего, кроме того, что мы, наконец, об этом узнали. Это очень мрачное заключение. Может, вы, Илья, хотели бы еще что-то добавить? Или, скорее всего, мы все-таки на этом уже заканчиваем? Это такое мрачное заключение, и пусть будет сейчас у нас перерыв. Как вы думаете? Мрачное заканчивать не хочется, конечно. Я просто скажу то, что на моем личном примере, когда меня задерживали, к слову полиции, я разговаривался с сотрудником 2-го оперативного полка. Это люди, которые занимаются тем, что задерживают людей на митингах. Это происходит обычно в первой половине митинга. Во второй половине работает ОМОН. ОМОН работает уже совсем по-другому. А 2-й оперативный полк – это люди, которые занимаются тем, что подходят к вам и говорят, мол, человек, пройдемте. Обычно это так. Так вот, после того, как меня задержали, меня довезли до УВД, там посадили, значит, в клетку. Ну, не в клетку, там обычно зажают в актовый зал. Но это неважно. Я просто разговаривался с сотрудником 2-го оперативного, потом совсем там с 5-ю, наверное, людьми. Из них курил, просто на улице стоял. Разговаривали мы с ним, обсуждали все. И действительно, я не знаю, как это, возможно ли это было в 2011 году, в 2011 году был совсем маленький. Не знаю, изменилось ли что-то, или это было всегда так. Я даже не знаю, честно говоря, когда был создан 2-й оперативный полк, я подозреваю, что в 2011 году его не было. Но то, что я точно могу сказать, это то, что эти люди сказали, что они, по большей части, не хотели там служить. Это просто такое хорошее место для выслуги. То есть это люди не из Москвы. Они не очень хотели в этот полк поступать, но вот парень молодой моего возраста, который с ним разговаривал, говорил, ему сказали, что если ты там послужишь пару лет, то потом тебе будут открыты хорошие карьерные пути. А если послужишь в другом месте где-то, то будут обычные. И, честно говоря, поговорить с этим парнем, сложно после этого скандировать некоторые лозунги, которые часто, ну не часто, в общем, но появляются в России, вроде там дети ментов не должны ненавидеть ментов и все такое. Потому что мы либо не видим, ну я, по крайней мере, на митинге не вижу лица человека, который бьет митингующего. Мы не видим лица ОМОНа, поэтому очень сложно как-то ненавидеть этих людей. Это инкогнито. Либо я говорю в ОВД с этим мужчиной. Он недавно вел меня за локоток, обратно задерживал меня. Но при этом он такой же, как я. И я даже, мне сложно как-то его в этой ситуации обвинять в чем-то. Я понимаю, что за пределы Москвы очень трудно найти какие-то пути для того, чтобы заработать себе денег на семью, на себя. Поэтому он меня задержал, да. Но, в общем, полиция в этом смысле это тоже такой очень сложный вопрос. Действительно, кто она в этой всей истории? Это заключительное слово, которое напоминает историческую фигуру, которая была рождена 220 лет тому назад. Большое спасибо. Большое спасибо. Она заканчивается несколько иначе, чем я думала. Акценты были совершенно другие, чем мы планировали изначально. и, надо сказать, можно действительно вам сказать «Браво!» «Браво!» за такую реакцию. Но, с другой стороны, информация, которую мы услышали, она просто оставляла нас безмолвными, потому что сразу же возникал вопрос «А что же будет дальше?» Хочу вам пожелать всяческих успехов в вашей работе. Большое спасибо вам за вашу работу. И сейчас мы с вами отправляемся на перерыв. 20 минут. Перерыв мы сократим на 10 минут.